Фонда рабочей академии Красного института Это питерские профессора, которые помогают рабочим В разных предприятиях отстаивают свои коренные интересы Что здесь вы увидите? Здесь вы увидите, что в среднем необходимо каждому человеку Какие его затраты несет И понятно, что рабочая жизнь, основная рабочая жизнь Это примерно 25-30 лет, которые человек активно работает За это время он должен заработать эти деньги Чтобы их мог потратить Естественно, в ней должна учитываться ипотека Потому что ни у кого денег столько нет, чтобы сразу купить жилье Ну а почему-то исходя из пяти человек семья Потому что для того, чтобы общество развивалось Нужно уметь, чтобы были дети папа, мама И один, который для того, чтобы общество росло Вот, то есть, чтобы количество умерших потом Родившихся превышало количество умерших Членов общества Вот, таким образом Вот, если вы перевернете страничку, где колдога Я здесь вот вам даю Вот такая вот там страничка у вас есть Пояснение Значит, пояснительная записка К основным положениям прогрессивного коллективного договора Вот, значит Почему предлагается выполнить эти шаги Потом почитайте Здесь следующее положение к коллективному договору У меня идет индексация заработной платы То есть, если мы выходим с работодателем на заработную плату Соответствующей стоимости товара рабочая сила Нужно ее потом будет индексировать Вот А у нас сейчас индексация происходит следующим образом В апреле месяце один раз в год на 4% То есть, все товары дорожают круглый год А поднимают один раз в год То есть, целый год все дорожает А поднимают нам один раз в год Вот Значит, здесь предлагается Провозвонить индексацию 4 раза в год По выходу официальной статистики Чтобы каждый квартал увеличилась зарплата Дальше уже пошли индексация Не индексация, а предлагается сделать окладную часть Порядка 80% Чтобы грейды и премии Меньше влияли на саму заработную плату Вот По годовому бонусу И далее Какой еще у нас основной интерес Помимо того, чтобы больше получать Еще наш коренной интерес Меньше работать Это не потому, что мы ленивые И не потому, что мы не умеем или не хотим работать Мы должны понимать, что на работе На нас воздействуют Вредные факторы Холод В горячих цехах Это жара у людей В работе на удалении Допустим, когда мы работаем на выелках Это ветер Который обмораживает Далее у нас здесь есть выбросы Хакелов Ну и все остальное Электромагнитное излучение И мы должны понимать, что Когда они нам Наносят больший урон Когда мы долго на работе Или когда мы мало на работе Естественно, когда мы мало на работе То есть здесь Вот идет речь о 6-часовом рабочем дне По крайней мере, то, что мы вкладываем в это понятие Это не значит, что Мы 6 часов отработали И уехали домой водку пить Нет Это значит, что 6 часов мы работаем Остальное время мы можем посвятить И профсоюзной работе И изучению Норм, правил И всего остального То есть удовлетворению других Подробностей, кроме именно работы Вот таким образом Ну и соответственно Далее по организации производства Обеспечения доставки Чтобы люди на это дело не тратили И разработка ЛНД То есть, чтобы люди Больше Работали над документацией И понимали, что В этих ЛНД написано А если они сами не работают Не вносят свои Поправки Ну, никто Бывает и второй страницы не прочитает Вот Но это такая выжимка Это такая выжимка Из колл договора Над ним надо работать Для того, чтобы Над ним работать Нужно создать группу То есть, нельзя Всем ковалам прийти И над ним работать Но должны быть Определенные люди Создан какой-то комитет Который будет Над этим трудиться Разбить данную задачу На подзадачи На разделы Его нужно писать Его нужно составлять Вот И потом уже выходить На заключение Этого коллективного договора И желательно Чтобы руководство Профсоюза К тому времени Уже было сменено Потому что Старое руководство Оно Прогрессивного Обычно ничего не любит Вот Если мы возьмем В истории То руководители Обычно Начинали вносить прогресс В развитие Какого-то Ну, хоть брать Берем там Наши любимые Петр Первый Там Ленин Сталин И Все остальные Вот Все равно Человек Он приходит С новыми идеями С какими-то Желаниями Воплотить И воплощает Потом он Вырабатывается Да даже Певцы Они говорят Тут я написал Там сколько-то Стихов Песен А потом уже Выписался Вот Ну, это и есть Такое Вот Поэтому Желательно Чтобы Продвижение Этого Кул договора Уже делать Силами Новых Людей Которые Заинтересованы Чтобы Те условия В которых Они сейчас живут Они Что бы Они изменились Для этого У нас Есть Основания Прописанные В Существующем Коллективном Договоре Значит Здесь Говорится О том Что Комиссия Они тоже Даны Вот Но Ими Нужно Воспользоваться То есть Одно Дело Что У вас Есть Право Как Говорил Один Ученый Каждый Имеет Право Есть Золотого Блюда Если Оно У него Есть Вот У нас Есть Колдоговор Вот Теперь Наше Право Насить Улучшать Свои Положения Заботиться О наших Ближних И О самих О самих Себе Для Этого Значит Это Что касается Вот Пропаганды А Теперь Агитация Значит Для Этого Нужно Тем Людям Которые Не Составят Профсоюзе Написать Заявление В наш Действующий Профсоюз Вступить В него Им И всем Остальным Рекомендую Написать Доверенность На Случай Вашего Отсупствия На вакте Чтобы Вы могли Делегировать Свои Права Кому-то Из своих Товарищей Либо Кому Вы Доверяете Вот Желательно Чтобы Это Не было Много Людей Это Должно Быть Какое-то Небольшое Количество Тех Кто Сможет Участвовать В конференциях В конференциях В выборных Мероприятиях Ну и Соответственно Если надо В работе Согласительных Комиссий Вот И Далее Необходимо Создать И в нашем Цеху И в другом И в других Цехах Вот сейчас Я пойду Примерно С той же Самой Речью Выступать Перед Компрессорным Цехом Вот И в других Цехах Создавать Эти вот Рабочие Группы Работать Над Прогрессивным Коллективным Договором Носить Изменения Носить Предложения По Желательно Это делать По Отдельным Профессиям Чтобы Приложениями По Логовору Шли Профессии Все И что Им нужно И по Инструментам И по Материалам И по Условиям Вот И таким образом Заставлять Работодателя Улучшать Условия В которых Вы работаете Как показывает Практика Вот тут Не надо Зацикливаться На том Что Кто как Подумает Один начальник Другой начальник Начальники Они Все люди Грамотные Вот Они тоже Понимают Свои интересы Пролетариат Рабочие Они Остаются Возле Своих Рабочих Мест И не Имея Документа Регламентирующего Регламентирующего Считаю Что Данная Задача Является Жизненно Необходима Для Всех Работников Нашего предприятия Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...